Вот так происходит вышивка икон. Сейчас я в Германии и сегодня первую икону, которую вышиваю, это икона Божьей Матери. Это такой чудный лик. Лик уже вышит, а дальше будет облачение. Оно все золотисто-белое на синем фоне. Синий цвет, это цвет Богородичный. Цвет облачения в празднике Богородицы. Его обычно используют именно в эти праздники. Либо голубой, либо синий, либо светло-синий. Вот это, так сказать, решает настоятель. И вот сейчас моя машиночка вышивает вот такую чудную иконочку. Вот она вот так выглядит. Вот такая она будет потом. Это такая красивая икона. Это закладка в Евангелие. Я планирую сделать здесь, в Германии, для православного храма в Германии. Вот смотрите, здесь и здесь датчик. Ниточка порвалась и датчик сразу же пропищал. Вот сразу же остановилась машинка. Здесь много фотодатчиков. Вот здесь датчик обрыва нити. Вот она болтается и сразу же машина останавливается. То есть она не шьет в холостую. Теперь я просто заправлю ниточку и верну ее обратно. Она будет вышивать дальше. Вот смотрите, какой красивый лик. Здесь только лик имеет 8 оттенков бежевого цвета. Здесь от белки глаз белые, сама кожа несколько оттенков и контуры еще. Облачение будет золотистое. То, что ниточки, перехватики здесь еще остаются лишние, это ничего страшного. Я это потом все убираю, потому что это обычный процесс такой, во время которого могут быть лишние ниточки. Вот так выглядит эта машинка. Вот мой набор ниточек, которые дежурный так сказать стоит. Вот так вот начинается моя работа с Божьей помощью здесь. Сегодня утром я попросила благословения у священника, у своего духовника, чтобы начать трудиться в Германии. Всем хорошего дня!